Без воды и продуктов, больницы и аптек, без света и связи. Так, в прифронтовом Донбассе выживает почти 600 тысяч граждан. В зоне постоянного риска из-за обстрелов каждый второй. Мониторинговая комиссия ООН по правам человека отмечает ухудшение условий жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Тему продолжат наши корреспонденты. Осколки. Летели осколки прямо через весь дом, с одного окна в одно окно и вылетали аж на ту сторону. Груда металла, метровая воронка под окном. Местным жителям повезло, что снаряд, как говорят, ушел под фундамент, а не в стену дома. Что и спасло двухэтажку от полного разрушения. Анатолий Золотухин ведет нас в квартиру. Ни одного уцелевшего окна. В таких условиях живут с женой уже несколько месяцев. Во время обстрела оба едва не погибли. Осколки пролетели в нескольких сантиметрах над головой. Бабушка сразу сознание потеряла. На пол упало. Пламя, взрыв. И через весь зал вот такие осколки. Если бы мы не сидели на диване. Я если бы не сидел, меня бы не было. Я бы, наверное, кончилась бы. Зубы выскакивают, руки так все. Это ужас это было, ужас. Долгое время ютились в коридоре, без света. И вот это со свечкой. Мы здесь со свечкой, вот это две недели так со свечкой. Теперь супруги проживают в одной комнате. Остальное разъедает плесень. Оттуда брезентом забито, отсюда одеялами и подушки стоят. На улице как будто в хате. Денег на ремонт дома у пенсионеров нет. Обоим скоро 70. Нет сил и здоровья. Я на них только жив. Я сегодня уже таблеток, наверное, 10 выпил. Мне легкие, поближе, наверное. Я подал еще, работал. И ребром белка отрезал одну. Валентина из дому практически не выходит. Больные ноги. За продуктами отправляется муж. Ищет, где подешевле, чтобы сэкономить хоть несколько копеек. На овощах ему это удается. А вот за хлеб платит уже дороже. От обиды едва сдерживает слезы. Вот хлеб всего. С вчерашнего дня на 50 копеек подорожал. В этом прифронтовом поселке, по крайней мере, есть магазины. Жителям других населенных пунктов на линии разграничения повезло куда меньше. Бахмутка. Часть поселка Зайцево, который разделила война. Население около 300 человек. Почти всех можно встретить у единственного источника питьевой воды. Хороший столб воды. Скачаем, пока не выбирается. А так в колодцах вода пропадала, когда начали стрелять. Взрывы пошли. Колодцы высохли с началом боевых действий. Чистую воду привозили два раза в неделю. Для остальных нужд собирали дождевую. И только в прошлом году пробурили скважину. Тишины, рассказывает местный житель Виктор Конев. Здесь нет километра до передовой. Если сюда лететь, значит, ховаемся. А давно прилетало? Да, сегодня ночью стреляли. Работы нету. Ни угля. Шахтный поселок. Вот это вот. Шахты. Четыре шахты подряд. Потом все потихонечку поисчетало. Ну, с войной еще больше усынули. Ни аптек, ни магазинов. До ближайшего города, Бахмута, более 20 километров. Ты сильно хочешь чего-нибудь купить? Или что-то там, кусочек чего-то? Ну, нет уж возможности. У нас же два раза автобус только ходит в неделю. Более-неволей приходится выживать. По данным ООН, более 40% жителей Донбасса недоедают. Самые уязвимые категории мирного населения постоянно поддерживает гуманитарный штаб Рената Ахметова. Штаб Рената Ахметова доставляет помощь в 90 населенных пунктов при фронтовой зоне. Только в поселках Бахмутского района почти год не было электричества. В половине сел нет магазинов и аптек. Но главное – это острый дефицит продовольствия. Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами самым нуждающимся, тем, кто не может позаботиться о себе. Это старики, дети, люди с инвалидностью. В марте будет выдано более 20 тысяч наборов выживания. За время гуманитарной миссии выдано свыше 12 миллионов продуктовых наборов. Спасено более миллиона человек. Помогать, спасибо Ахмету. Штаб Махметова, молодцы вообще. И масло дадут, сахара дадут, а муки дадут, макароны дадут. Давно, с самого начала. Вот сколько помним, постоянно нам помогают. Привозят они постоянно. Молодец. Очень большую-большую благодарность. Очень хорошо нам помогает. Это очень большая помощь. Не было помощи, а мы голодали. Лишения, потери близких, голод. Не в силах забрать у них надежду на мир, говорят жители прифронтовой глубинки Донбасса. И верят, он обязательно наступит. Живем, ждем мира. Юлия Меньша, Кирилла, Оксана Корчма, Евгений Якунин и Владимир Конопля для Событий недели.